Ребята, не забываем ставить лайки, комментировать, делиться видео и подписываться на канал. Здорово, пацаны. Сейчас я расскажу вам, что сломалось в мотоцикле к первой тысячам. Сегодня забрал его из сервиса и гарантии. И сейчас вам зачитаю, что мне это стоило, сколько это было, что я менял и по гарантии делалось. Вот, получается, по гарантии мне поменяли задний стоп-фонарь, левый задний поворотник и убрали вибрацию приморной панели. Стоп-фонарь и левый задний поворотник у меня были запотевшие. Это гарантия. Дальше в передней вилке у меня был какой-то стук, но, походу, это был здесь, когда при сборке. Болт, вот этот вот болт, он был, короче, дотрагивался до вилки и барабанило. Вот, сейчас вроде не слышно. Дальше пошли расценочки за сервис, так сказать. Смазка втулки маятника. То, что скрипело, стоило 14 рублей белорусскими. Вот, это у нас находится вот здесь, вот эти вот втулки, маятники, точнее, маятник, эти вот резинки, которые мне выпали. Мне, кстати, новые их дали за отдельную плату, конечно же. Сказали, что маятник был вообще не смазан. Вот, поэтому рекомендую всем, кто владелец данного мотоцикла, разобрать и смазать. Потому что, даже если не скрипит, это не факт, что там будет находиться какая-то смазка. Вот, сейчас мы смазали. Я поставлю эти резиночки на силикон. И мы будем все окей. Дальше же регулировка колеса 5,60. Регулировка колеса. Ну, здесь, получается, они вместе регулировали. Вместе с этим смазником. Не с маятником, блин, что я туплю. С натяжителем цепи. В общем, мне, за мной чувак ехал, говорил, что колесо криво стоит. На 2 см расходится. Так как в данном мотоцикле нету никаких указателей, именно как ставить никаких меток. На X200 хотя бы были метки, по которым вы можете натянуть цепь. И со мной со второй стороны здесь. На что ориентироваться, непонятно. То ли на длину вот этого вот, да, но это неправильно. Правильно покупаете штангенциркуль и меряете им от рамы и до вот этого вот оба. С одной стороны прям до миллиметра, и со второй. Вот когда будет все по миллиметрам ровно, мотоцикл будет нормально ехать, не будет вилять задница. И колесо будет стоять ровно. Дальше. Дальше. Колесо. Регулировка тепловых зазоров клапанов. Ну, клапана на первые тысячи вот я не отрегулировал. 14 рублей. Дальше я поменял там на одном месте масло. Заодно масло поменял, матюлю залили. 14 рублей. И дальше замена ручка сцепления в сборе. Это у меня здесь была трещина почти только, как мой мотоцикл ебнулся на покатушке. И зеркало вырвало вот эту херню. Она там болталась, и можно было остаться нибудь в лесу. Потом без сцепления. Пробки маятника. Две штуки. Натяжитель левый. 8,4. 8,40. С натяжителем там было, сори, что на первой покатушке вы можете посмотреть, когда слетела цепь. Там, получается, резьбу сорвало. То ли я не натянул, то ли это был херовый натяжитель. И сорвало резьбу. И буквально одна осталась вот эта вот гайка висеть. Хорошо, что хоть она осталась. Вторая съебалась куда-то. Но я подозреваю, что я просто не зажал вот этот вот болт. Что еще? На сервисе сказали, желательно проверять болтики все, чтобы были зажаты. Потому что мне где-то тут на баке одного болтика не было. Эта вибрация. Он куда-то убежал. Вот. Итого мне это вышло в 110 рублей 40 копеек. 125, короче, рублей. 125 рублей мне это вышло. Вот. Масло буду менять. Сейчас на 3000. Потому что здесь залита матюль. Хорошее масло. Беспокоиться не стоит. Вот такая вот информация. По поводу того, что сломалось к... К... 1001. А, ну еще про эту. Про защиту рук. Я пытался склеивать обычным клеем. Но это все фуфло. В итоге... В итоге пришлось брать паяльник. Металлическую сетку купил. И вот так вот по-колхозански склеить все. Склеил, но до первого падения не продержится. Так надо заказывать в Китае нормальную защиту. Вот. Такие вот дела. Продолжение следует. Продолжение следует...